Проведены тренировки с использованием спасательного снаряжения подводника ССПМ Многофункциональный учебно-тренировочный комплекс по водолазной, спасательной, штурмовой и горной подготовке Источник изображения – Минобороны РФ ЦАМТА, 17 января Новейшее спасательное снаряжение подводника ССПМ, не имеющее аналогов в мире Использовано в ходе показанных тренировок водолазов вне спасания и подводных лодок в Унце ВМФ в город Ломоносов В рамках мероприятий, приуроченных к 75-летию этого важнейшего структурного учреждения ВМФ России Снаряжение не имеет аналогов в мире И разработано для обеспечения самостоятельного выхода подводников из отсеков аварийной подводной лодки Снаряжение ССПМ прошло успешное испытание в лабораторных и морских условиях ССПМ позволяет обеспечивать спасание из глубин до 200 метров методом свободного всплытия Специалистами научно-исследовательского института спасания и подводных технологий в Унце ВМФ В ходе показной тренировки был отработан элемент выхода через торпедный аппарат подводной лодки Экспериментальной группы института с использованием новейшего спасательного снаряжения подводника ССПМ и других типов снаряжений ССПМ предназначена для самостоятельного спасения личного состава из аварийной подводной лодки Методом свободного всплытия, выхода по БУРПУ, а также при помощи средств службы поисковых и аварийно-спасательных работ ВМФ с глубин до 200 метров Преимуществом нового спасательного снаряжения ССПМ над существующим снаряжением ССПМ является возможность использования снаряжения бездыхательного аппарата при выходе из аварийной подводной лодки благодаря наличию в комплектации ССПМ герметичного капюшона В новом снаряжении ССПМ отсутствует парашютная система, которая раньше обеспечивала торможение свободного всплытия подводника и имела внушительные габариты Безопасность спасения подводника обеспечивается увеличением скорости компрессии, нарастанием давления и скорости свободного всплытия, что минимизирует время нахождения спасаемых под повышенным давлением ССПМ является полностью отечественной разработкой Оно разработано подмосковным предприятием Кампа и превосходит зарубежные аналоги Снаряжение позволяет покидать аварийную подводную лодку не только через спасательный люк, но и через другие шлюзовые устройства, торпедные аппараты и прочную рубку подводной лодки В ССПМ подводники могут быть спасены из отсеков подводной лодки, находящихся под повышенным давлением Специалисты неиспасания и подводных технологий, которому в январе исполняется 75 лет, принимают активное участие в работах по созданию новой техники Выполнение глубоководных водолазных и судоподъемных работ, взаимодействует с другими федеральными органами исполнительной власти и предприятиями промышленности При непосредственном участии личного состава института созданы глубоководные спасательные и телеуправляемые аппараты Разработана и экспериментально проверена технология глубоководных погружений методом длительного пребывания на глубины до 500 метров Обеспечено установление национального рекорда выполнений глубоководного водолазного погружения на 416 метров в морских условиях с борта спасательного судна Игорь Белоусов, 2018 год Институтом разработаны и реализованы проекты подъема затонувших объектов С использованием нового вида подъемно-транспортных понтонов обеспечены переходы кораблей новых проектов по Волгобалтийскому каналу Под непосредственным контролем института создано спасательное снаряжение подводника нового поколения ССПМ, не имеющие аналогов в мире, позволяющие осуществить спасание личного состава с глубин до 200 метров Специалисты института осуществляют контроль за модернизацией спасательных глубоководных аппаратов проектов «Бестер» и «Приз» Продолжаются работы по созданию спасательных устройств подводных лодок 4 поколения Институт принимает активное участие в программах международного военного сотрудничества по вопросам поисково-спасательной деятельности и оказанию помощи при ликвидации аварий и катастроф Сообщает группа информационного обеспечения военно-морского флота Право на данный материал принадлежит сам-то Материал размещен правообладателям в открытом доступе Продолжин- 1991 Продолжение следует...